Ну вот мы и узнали, что принцесса у нас не совсем и пушистая, умеет и злиться. А я сейчас такой возьму, подойду, камушек приложу и войду в это святилище. Светилище Тенокоса. Смотри, Зельда, и учись, как это всё работает. Испытание Силы 3. Ммм, неужели сейчас будет обучение какое-то? Да, точно, сейчас будет обучение. Ух ты, на этот раз у него есть и щит, и два меча, и он направляется ко мне. Фига себе ты, шу, шустрый. Ой-ой-ой, пожалуй, я спрячусь. Пожалуй, я спрячусь. Э, я могу залезть сюда? Нет, не могу. Будем бегать вокруг столба. Я тебя боюсь, ты какой-то стрёмненький. Чё, чё, чё? О-о-о, он их ломает. А вот теперь у меня есть шанс. Бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим. Он очень мощный. Я его просто так не победю. Даже своим... Даже своей острой катаной. А чё, если попробовать его в стазис? Я не думаю, конечно, что это сработает, но... В стазис без толку. Давай попробуем его молнией шибануть. Короче, молния его нанедолго обесточивает. У меня есть шанс его ударить. Всемирный меч почти сломан. Шикарно. Доигрался я. Так, а как насчёт метеоритного жезла? Давай посмотрим, чё будет. Он просто чуть-чуть подгорает, и... Дамаг ему не наносится. Если его не берёт всемирный меч, то я даже не представляю, каким оружием его надо убивать. Всё, всемирный меч сломан. Короче, предлагаю это святилище посетить чуть позже. Когда достанем какое-нибудь мощное оружие. Ну, а пока... Давай направимся в деревню птицелюдей. О-о-о, ещё не лучше мостик. Чё ж мне так фартит-то? Ну, конечно, я же забываю, что я иду в деревню, где люди летают. Им, в принципе, мосты не нужны. Это так. Такие, как я, придумали вот эти конструкции. Ветхие. Плюс ещё ветер задул очень... Очень-очень и очень... Не очень крутой. Который сдувает мою лошадь. Ой, божечки. Не упасть бы отсюда. Лошадь быстро не хочет с таким ветром бежать. Брррррр! Тихо-тихо-тихо-тихо. Смотри, это кто такие? Это же хамелеоны. Замаскировались. Какие хитрецы. Иго-го, бро. Врубай свою пятую скорость. И побежали. Быстрее, быстрее, быстрее бежим. Я не хочу с ними драться. Ой, там еще он поджидает меня. Красавчик. Блин, Иго-Го-Бро, мне нужна твоя скорость! Ой, ой-ой-ой, Иго-Го-Бро, ты меня подводишь. Который раз? Фух, наконец-то. Наконец-то мы дошли до этой деревни. Какая она прикольная и интересная. Интересно, а что на самом верху? Конюшня Рита. О, здорово, чувак. Это не тот ли, которого мы встретили у камней? Точно, это же Каз. Давай зайдем внутрь, посмотрим, нет ли здесь... Ага, есть. Есть здесь все. А еще тут есть какой-то дневник. Вначале мы сфоткаем рецепт супа. Угу. Ну, а теперь можно почитать дневник. Что там у нас сказано? Слухи Хайрула 2. Всем привет. Три лиса готовы поделиться с вами самыми свежими хайрульскими слухами. Вы уже на вострели ушки, чтобы узнать что-нибудь эдакое. Тогда перейдем к сегодняшней теме. Меч-сокрушитель зла. Это же мой меч, по-моему. Его может взять в руки только тот, в чьих жилах течет кровь героя. Так говорят об этом клинке. Еще говорят, что он запрятан где-то в лесу. Любопытно, правда? Хотя мне, конечно, о нем даже мечтать нельзя. Нет, во мне ни капли геройской крови. Рейтинг три лисы, одна звезда. Так, так, так. Теперь мы знаем, где искать мой меч. Он где-то спрятан в лесу. Точнее, не спрятан, а затерян. О, чуваки, привет. Че делаете? Рис с соусом. Дедуль, ты мне хочешь рецепт рассказать? Знаешь, я обожаю острую еду. Что-нибудь острое. Рис. И чтобы согревало. Все, я понял. Хочу рис с соусом. Чтобы приготовить рис с соусом, нужен, разумеется, хайрульский рис. И он у меня есть. А вот приправа горнов у меня кончилась. Не могу же я оставить конюшню. Слушай, путешественник, если найдешь приправу горнов, можешь принести мне? Конечно, могу. Ты меня очень выручишь. Если нужно согреться, нет ничего лучше риса со соусом. Ладно, если найдем, я буду узнать, кому ее принести. А мы направляемся в деревню Летунов. Первый птиц. На моем пути давай поговорим. Добрый вечер. Чем могу помочь? Кто ты? Мое имя Гизан. Я Рито. Рито? Да. Рито – гордый птичий народ с озера Татори. Мужчины – превосходные лучники, а женщины красиво поют. Я думал, все хайлицы это в школе изучают. Раз уж пришел к нам... Проходи. Погуляй по деревне, пообщайся с жителями. Спасибо вам, грозный страж. Вау. Неужели мы их нашли? Точнее, не нашли, а дошли. А вы здесь что делаете, э? А ну все купаться. Примите ванночку. Тела никто не подбирает. Головы все уничтожаем. Вылезли тут такие чудики. Опачки, что такое? Я просто в гости решил зайти. А-а-а. А-а-а. Ну вот и разглядели мы эту птичку поближе. Даже еще в деревню не вошли. Деревня Рита. Оу, а вон и Рита ходит боевой. На самом деле чудища называют Вамеду. Но по мне так Вамадео звучит куда грознее, чем его оригинальное имя. Пара наших бойцов хотела взглянуть на него поближе. Оно стало стрелять и сбило одного из них. По легенде, когда-то оно защищало деревню. А теперь все наоборот. Похоже, оно начинает стрелять только если к нему приблизиться. Поэтому теперь все ходят пешком. Для нас, Рита, это просто невыносимо. Хочешь спросить что-нибудь еще? Да нет, я в принципе догадываюсь, что тут у вас происходит. Пока. Пока. Что ж, давай подниматься на эти высокие каменистые деревья. Если это можно назвать каменистым деревом. У них куча здесь просто лесенок. Несмотря на то, что у них есть крылья. Но как он нам сказал. Теперь они не летают из-за того, что... О, статуя. Здорово. Давай помолимся. Итак, в прошлый раз мы купили сердечко. Значит, в этот раз мы купим капсулу энергии. О, да. Теперь мы намного энергичнее. Кстати, в комментариях написали, что мне, в принципе, рановато сражаться с этим чудищем. Да, какое оно огромное. А еще предложили захватить несколько взрывных стрел. Что ж, надо будет забежать в магазин. Вот, вот магазин. Давай почитаем вначале, что здесь написано. Мы всегда рады вас видеть в магазине Песня Неба. Угу, Песня Неба. Что же здесь продает? Табанская пшеница. Тростник. Нет, это не... О! Взрывная стрела. Отлично. Беру все. Прости, но у тебя, кажется, недостаточно рупий. Как это недостаточно? Хорошо. Давай я тебе что-нибудь продам. Ну вот. Продал я, значит, янтарь. На 420 рупий. Теперь, в принципе, я могу купить все пять стрел. О май гад. Пять взрывных стрел это 1000 рупий. Ну что ж, ладно, давай возьмем. Спасибо вам, мадам, что разорили меня на 1000 рупий. Надеюсь, я их скоро отобью. А главное, чтобы эти взрывные стрелы действительно мне помогли в борьбе с чудищем. А это что у нас здесь за магазинчик? Зимний талисман. Вот эти финтифлюшки, похожие на серьги, защищают от холода. Но каким образом? Это просто украшение народа Рита. И стоят они 1000 рупий. Ху-ху-ху. А тут чего? Зимняя туника. Но у меня есть дуплет. Поэтому мне зимняя туника не нужна. И зимние штаны. А вот штанишки я бы прикупил, наверное. Но, к сожалению, деньги я все спустил. Ладно, фиг с ним. Пойдем посмотрим, что еще здесь есть. Поднялись на третий ярус. И я здесь увидел святилище. Пойдем к нему сходим. Светилище Аквакот. Что нас здесь ждет? Ветряки. Ух, сколько здесь ветра. И что мне предстоит здесь сделать? Я вижу переключатели. С такими мы уже сталкивались с тобой. Их здесь очень много. Огромное количество. Есть еще лесенка сюда наверх. Возможно, здесь какой-то тайничок. А, здесь проход. Проход в другую комнату. А с другой стороны тоже есть лесенка. Это проход. Проход к сундуку. Закрытому. И здесь какой-то ключ. Видимо, по нему тоже можно ударить. Внизу вода. Давай попробуем ударить. Посмотрим, что будет. Ну-ка. Ага. Нифига, оно не ударяется. А что, если мы попробуем крокский лист? О, действительно, сработало. Вот тебе загадка. Ну-ка. Быстрее, быстрее, быстрее. Забежали. И ворота за нами, слава богу, не закрылись. Ну и хорошо. Что в сундуке? Древнее ядро. Энергетический кристалл. Изготовлен по утерянной технологии. Похоже, служит источником энергии для древних машин. Ценная находка для любого ученого. Обалдеть. Кстати, по-моему, эти ядра можно принести кури в Хатенский институт. О, захлопнулось. Теперь я понимаю, зачем здесь эти переключатели. Нам грамотно нужно настроить поток ветра. Ну, вот я, в принципе, все настроил. Осталось заставить крутиться вот эти две штуки. И нам поможет в этом этот вентилятор. Сейчас мы его развернем. Не уходить, не уходить, не уходить. Ага. О, да. Ну, в принципе, не такая уж и сложная загадочка. Еще одно светильище пройдено. А мы поднимаемся все выше. Нифига себе, это что за совух такой огромный? Это старейший на деревне, что ли? Давай поболтаем с ним. Привет, малец. Пупупиду. Поет малец. Давай сперва с ним поговорим. Я так боюсь, что страхоптица меня слопает. Тебе старейшина про нее рассказывал. Ты ее боишься? Да нет, не боюсь. Какой храбрый. Наверное, ты тот самый воин. Ха-ха. Да, я тот самый воин. Ну что, давай поговорим со старейшином. О, гость. Ого. Да неужели? У тебя на поясе... О, где же мои манеры? Я Канели, старейшина деревни Лита. Это ведь у тебя каменьшика на поясе, верно? Да, верно. Ого. И правда ведь. Значит, ты воин и можешь войти в чудище Вамадео, как Ривали. Нет, нет, не может быть. Все воины погибли сто лет назад. Наверное, мальчик потомок одного из них. А каменьшика достался ему по наследству. Ох, прости, я задумался. Потомок воина, я буду тебе благодарен, если ты меня выслушаешь. Ну, хорошо, давай. Я выслушаю тебя. Спасибо. Теперь я знаю, что ты потомок воина и обращаюсь к тебе с просьбой. Не знаю, как сказать. Я прошу тебя остановить чудище Вамадео, которое кружит над нашей деревней. Только избранный, то есть воин, может управлять чудищем. Для этого нужно попасть внутрь. Я пытался объяснить это нашим бойцам, но они не стали меня слушать. Теба и Харт попытались атаковать Мадео, и один из них был сбит. Харт. Тебе удалось выйти из боя невидимым. Я боюсь, что он снова попробует напасть на Мадео, на этот раз в одиночку. Ты потомок воина, поэтому я прошу тебя помочь нам. Отащи Тебу. Быть может, вместе вы сумеете остановить Мадео. Чудищево Мадео. Новая цель. Ага, значит мне нужен Теба. И вместе с ним мы сможем туда попасть. Отлично. Единственный Рита, который не боится летать. Осталось только найти этого Тебу. Подожди, может быть нам старейшин подскажет, где его искать? Хо-хо. Если ты готов нам помочь, я отвечу на твои вопросы. Кто такой Теба? Теба, отважный боец Рита. Его дом находится по соседству с моим скромным жилищем. Недавно он вместе с Хартом попытался напасть на чудищево Мадео. К сожалению, Мэда сбила Харта. И им пришлось отступить. Теба был вне себя от ярости, несмотря на опасность. Он решил атаковать чудищево в одиночку. Но как ты знаешь, Мадео до сих пор кружит над деревней. Я надеюсь, Теба в порядке. Возможно, Саки и его жена знают, как его найти. Поговори с ней. Могу ли я еще чем-нибудь тебе помочь? Нет, это все, спасибо. Значит, по соседству, да? Соседка его вот эта вот, видимо. Давай поговорим. А нет, это Джуни. Здесь вот еще какое-то место есть. Как вас зовут? Потомок? Саки. О, ты-то мне и нужна. Прости, я подслушал твой разговор со старейшиной. Он просил тебя найти моего мужа. Честно говоря, все, чем я могу тебе сейчас помочь, это сказать, где мой муж. Скажи. Хорошо. Он отправился в нашу летную школу. Она в Эберских горах, за перевалом Дронака. Там бойцы Рита упражняются в воздушных сражениях. Думаю, ему нужно оружие для следующей встречи с Мадео. Кажется, на этот раз он решил пойти в летную школу пешком. Обычно мы улетаем туда с площади Ривали. Но Мадео теперь нападает на всех, кто осмелится подняться высоко в воздух. Площадь Ривали названа в честь Ривали, война Рита. Чтобы все понимали об ужасных событиях того самого дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Впечатляет, да? Тебе такое ни за что не повторить, парень. Я взлетаю прямиком в небо на крыльях восходящего ветра. Этой виртуозной техникой восхищаются даже мои соплеменники Рито. Именно благодаря мне и моему непревзойденному мастерству мы победим это бедствие Ганнона. Так что... Ривали лучший лучник народа Рита. Я, то есть... Да, определенно, именно я являюсь последним лучом надежды в решающей битве с Ганноном. И вот меня, героя, заставляют помогать тебе. А все потому, что ты носишь дурацкий меч чего-то там сокрушающий. Ха! Да это курам насмех. Что? Обиделся, что ли? Тогда, может, решим вопрос по-мужски? Где же нам драться? А... Да прямо там! Ха-ха-ха-ха! Совсем забыл! Тебе же, бедняжка, туда самому не добраться! Ведь так? Потомок воина? Потомок воина, ты в порядке? Прости, кажется, я сказал что-то не то. Я с радостью отвечу на любые твои вопросы. Да, расскажи мне о Ривали. Уж очень больно он был задиристым. Ривали, легендарный воин Рита, кумир всех наших мальчишек и мужчин. Мой муж не исключение. Он постоянно твердит, что сделает из нашего сына Тюлина, великого воина, как Ривали. Они говорят, что идут играть. А сами прямиком в летную школу. Я сама всегда была против того, чтобы Тюлин стал бойцом. Могу ли я чем-то еще тебе помочь? Да нет. Хотел услышать про Ливали, а ты мне про своего сына. Так что давай, до свидос. Прошу, помоги, Теба. Прошу тебя. Окей, что смогу, то сделаю. Ну что ж, получается нам нужно вон туда. Интересно, получится ли у меня туда долететь на параплане? А еще, похоже, что там зима и нам нужно прикупить штанцы, чтобы не отморозить свои бубенцы. Муадемуазель, я пришел прикупить у вас штанцы. Зимние штаны. Беру за 550 рублей. Отлично. Спасибо. А, простите, вы не мудмазель. Я просто увидел на вас висящие серьги. Я забыл, что это головной убор. Так что прошу прощения. Ну, в принципе, я готов. Но решил, прыгать я не отсюда. Давай мы попробуем с тобой взобраться повыше вот на этот камень. На самую верхушку. И с него-то мы и полетим. Ну же, ну же, ну же. Вот так вот, да. Залезли. Все. Теперь официально залезли. Смотри, как мы близко к этой птице. Ну что ж, нам вон туда. Так что предлагаю отправляться. Надеюсь, мы долетим туда, куда нам нужно. Ага, здесь уже холодно. А там внизу, смотри-ка, что есть. Огромная пещера с очень мощным потоком ветра. Подожди, надо же станции одеть. А то уже пубенцы мерзнут. Надеть. О, другое дело. Уже нормас. Что, похоже нам сюда, да? А, во-во-во-во-во-во. Нашел, нашел. Куда нам нужно лететь? Летная школа. Здрасте. Теба. Боец Рита. Кто ты? Я сейчас очень занят. У меня нет времени. Я как бы это за помощью пришел. А где? Ух ты, как у тебя тут миленькое. Сколько стрел. Дай-ка я это все свистну. А это что такое? Лук какой-то. Ласточий лук. Этот лук пользуется у Рита наибольшей популярностью. Тетива устроена так, что натягивается необычно легко. Слушай, а что там внизу? Ух ты, какие штуки интересные. Светящиеся. А, ну понятно, это же летная школа. Они тут, видимо, летают и стреляют. Давай попробуем с ним еще раз поболтать. Я занят. Тебе что-то нужно? Я вообще-то хочу тебе помочь. Помочь мне? И с чем же? С чудищем Вамеда. Так, погоди-ка. Откуда ты, чужак, узнал о чудище Вамеда? Ты разговаривал со старейшиной? Или моя жена все разболтала? Значит, ты уже знаешь, кто я такой. Верно? Меня зовут Теба. А ты кто? Я Линк. Хм, Линк. Знакомое имя. Что тебе сказал старейшина? Он, наверное, хочет, чтобы я вернулся в деревню, верно? Верно. И он послал за мной первого встречного. Наверное, он просил отговорить меня от этого боя с Мадео. Можешь не пытаться. Я боец Рита. Помогать родной деревне – моя обязанность. Я вернусь домой лишь при одном условии. Каком же? Если спасу деревню. Я хочу сбить чудища Вамеда. Только после этого я вернусь в деревню. Я знаю. Знаешь? Ха. Вижу, тебе обо мне действительно все рассказали. Чтобы усмирить чудища Вамадео, нужно попасть внутрь него. Это тебе старейшина тоже объяснил? Думаешь, ты сможешь это сделать? Думаю, да. У тебя что, один пух в голове? Давай-ка я тебе кое-что объясню. Внутрь чудища может попасть лишь легендарный воин. Всего их в Хайруле было пять. Но все они погибли сто лет назад. Точнее, не погибли, а были убиты Гананом. Так что внутрь Мадео мы не попадем. Но можем попробовать сбить. Приближаться к Мадео опасно. Ее защищают огромные орудия. Давай сначала проверим, как ты владеешь луком. Здесь в летной школе бойцы Рита упражняются в стрельбе из лука. Место удобное, потому что снизу дует сильный ветер. Расправляешь крылья и просто паришь. Покажи мне, на что ты способен. Я хочу, чтобы ты прошел испытание, которое проходят все бойцы Рита. Паря над бездной, порази пять целей за три минуты. Ооо, ну вообще-то у меня нет крыльев, но есть параплан, но это не совсем то. Может, в качестве исключения ты мне дашь какой-нибудь совет? Какой еще совет тебе нужен? Луком пользоваться умеешь? Возьми дальнобойный, чтобы проще было стрелять издалека. Парази пять целей за три минуты. Если провалишь испытание, то против Мадео у тебя нет ни единого шанса. Готов? Думаешь, справишься? А, запросто. Тогда вперед. Помни, что тебе нужно поразить пять целей. Три, два, один. Я готов, бегу в бездну. Парю. Ого, неплохо. Блин, до второго не достаю. Как держать? Вон там еще одна цель. Повыше возьмем. Здорово. Офига здесь целей. А мне надо всего пять поразить, да? Ладно. Хорошо, что стрел прикупил. Осталось последнее. Отлично. Хорошо, возвращайся. Ты превосходный лучник. При каждом твоем выстреле время словно останавливалось. Ну, в принципе, так и было. Кажется, я тебя недооценил, Линк. Когда ты приложил свою помощь, я решил, что ты издеваешься. Но ты действительно умеешь держать лук в руках. Хорошо сражаешься? Ну, как видишь, войти живой, значит, да. Да, похоже, ты опытный боец. Ммм, Линк, необычное все-таки имя. Значит так, Линк. Если хочешь помочь мне усмирить Мадео, надо приступать. Когда подлетим к чудищу, твоей задачей будет уничтожить все его орудия. В этом сундуке лежит лук, который я немного усовершенствовал. Возьми его. Мы отправимся, как только ты будешь готов. А, во, сундук, смотри, появился. Или он тут был, я просто не заметил. Соколиный лук. А что ждать-то? Вон он, на мне одеть. Но все равно я возьму еще один соколиный лук. Ласточий лук. 9 урона наносит. Ладно, выбросим его. Пусть он тут полежит. А соколиный возьмем. Ну все, я в принципе готов. У тебя там стрел больше нет? Вроде нет. Ну что, помчали? Что ж, пора сразиться с чудищем Мадео. Но обычные стрелы не оставят на его орудиях ни царапины. Тебе понадобятся взрывные стрелы. У меня есть немного. Вот, возьми. Взрывные стрелы, 20 штук. Действительно! Спасибо за совет, что нужно было купить взрывных стрел. Итого у меня получается 40 взрывных стрел. Да мне кажется, мы сейчас расплюнуть с этим в Мадео справимся. И не забывай про холод. Оденься потеплее или съешь что-нибудь согревающее. Ну слушай, я штаны прикупил, дуплет есть, так что... Я готов! Хорошо. Позволь спросить, тебя еще кое-что. Ради чего ты это делаешь, Линк? Почему хочешь сражаться с Мадео? Зачем рискуешь жизнью? Ммм, какие странные ответы. Ради Зельды, ради деревни Рито? Или просто так? Ну, мы скажем правду. Ради Зельды? Ради Зельды? Так ведь звали принцессу, которой служил наш воин Ривальли сто лет назад. Она жила в замке Хайрул. Интересно. Как она связана с чудищем в Мадео? Ну да, это твое дело. Главное, что ты хочешь мне помочь. Ладно, залезай. О-о-о, да. Мы на крыльях! Мы на месте. Ох, на такой высоте даже мне холодно. Блин, надеюсь, что мой дуплет и мои штанцы выдержат этот холод. Итак, чудища в Мадео. Ёшки-матрёшки. По-моему, это красный щит. И пробить его достаточно сложно. Опять это его защитное поле. Что с тобой, Линк? Язык от страха проглотил. Ну, как бы да. План таков. Видишь вон те орудия. Я отвлеку огонь на себя. А ты в это время стреляй по ним взрывными стрелами. Только так их можно уничтожить. Ты понял? Да-да-да. Если решишь отступать, достань свой планер и пари, пока я тебя не подберу. Окей. Даже не пытайся пробить защитное поле Мадео. Это бесполезно. И ни в коем случае не касайся его. И последнее. Не забудь, что тебе нужна защита от холода. Чёрт возьми. Надо было потеплее одеться. Ну что, ты готов к бою? Чё-то я как-то сомневаюсь насчёт холода, но... Уже поздно отступать. В бой. Отлично. Уничтожь орудие. Будь готов. Блин, 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 блин. Маневрируй. Маневрировать? Я могу только падать. Ух. Фига себе. Так. Где, 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 где? Стрелы. Промахнулся. Надо повыше брать. Ай-та-та-ра-та-ра. Рито, ты где? Ты в ловушке. Да я понимаю, что я в ловушке. Но я уже близко подобрался к орудиям. Ну-ка. Не достаю. Кстати, стреляю тремя снарядами. О-о-о-о-о-о. Есть, одно готово. Есть. Так держать. Летим к следующему орудию. Маневрируй. У меня лук стреляет тремя снарядами сразу. Поэтому нужно экономнее. И подлетать поближе к этому орудию. Готово. Все по плану. Да я вижу, что все по плану. Попробую зайти сверху. Может быть они меня так не заметят. Так, он целится не в меня. А в этого чувака. Все, я подошел уже достаточно близко. Попробуем. Есть. Победа близка. Ну как сказать близко. Мне еще внутрь придется залезть. Оно целится. Спасибо, Кэр. Успею, нет? Как думаешь? Черт помахнулся. Но тут совсем близко. Еще надо попасть. Есть. Получилось. Все. Орудия мы уничтожили. И защиту тоже сняли. Поле исчезло. Классно сработано. Че, 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 че случилось? Брачунь, не покидай меня. Ты мне еще нужен? А, его подбило. Похоже, чудище все-таки задело меня. Боюсь, мне придется вернуться к летной школе. Не волнуйся. Я справлюсь. Давай, приземляйся на Меду. Линк. Удачи. Спасибо за лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!